В эфире Радио Крым Реалии Возвращаемся в студию самого крымского мира Радио Крым Реалии У микрофона все еще Сергей Громенко Если хотите присоединиться к нашему эфиру 8 800 10 06 926 Если вы на полуострове 044 490 31 18 Если вы на материке, поговорим мы вот о чем На полуострове с начала года отдохнули более 1 миллиона туристов Что на 20% превышает показатели прошлого года По крайней мере так на пресс-конференции в Симферополе Сообщил российский министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко Реальны ли, по озвученной крымским чиновникам цифры Почему в Симферопольском аэропорту Четвертый год почти не растет турпоток Поскольку обходится стоимость отдыха на полуострове И случится ли в Крыму наплыв туристов по железной дороге из России Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут Ну а с нами на связи Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Автономной республики Крым Александр, здравствуйте Добрый вечер Итак, на полуострове с начала года отдохнули более 1 миллиона туристов Что превышает показатель прошлого года Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в Симферополе сообщил Вадим Волченко Цитирую По состоянию на 22 мая в Крыму отдохнули 1 миллион 58 тысяч туристов Это на 20% больше уровня прошлого года Также министр добавил, что уже сейчас уровень бронирования объектов размещения на период высокого сезона более 60% Он подчеркнул, что в настоящее время муниципалитеты продолжают подготовку к приему туристов Пока готовы не все Однако глава Минкурортов выразил уверенность, что до лета все успеют завершить мероприятие И вот первый вопрос, который возникает в этой связи Мы на самом деле уже не в первый раз обсуждаем То, как российские чиновники в Крыму считают туристов И большинство наших экспертов на материке А некоторые даже, собственно, из соседней России полагают, что завышают Но даже если вот мы абстрагируемся от методики подсчета И обратим внимание только на прирост с начала года 22 мая Мы же прекрасно понимаем, что вот так Керченский мост, он был открыт только в мае За Керченск, ну, те туристы, которые приехали по нему, не могли дать 20% прироста А Симферопольский аэропорт вырос всего на 4% по грузну, по пассажирообороту Вот как так, вот объясните, как они могут насчитать 20% увеличения количества туристов с января по май? Есть уже старый анекдот о том, что вот в Крыму уже конец мая, а туристов все нет и нет Вот уже вроде бы конец мая, когда же они будут? В травне отвечают на этот вопрос Да, действительно, наверное, только, хоть это и звучит как анекдот, но только мирный Крым, который интегрированный в нормальную мирную Украину Может принимать миллион туристов на май месяц К сожалению, в условиях тех, которые сейчас, в которых находится сейчас наш полуостров Говорить о миллионах турпотока, это сложно анализировать, потому что это не про цифры Это про эмоции, там, Аксенова или Волченко или еще кого-то Все очень просто и легко считается Это считается и по транспорту, это считается и по загрузке частного сектора, и по загрузке официально работающего курортного сектора На сегодняшний день можно констатировать, что по состоянию на 15 мая наша правозащитная группа проводила мониторинг Мы можем говорить о цифре 170-200 тысяч отдыхающих, которые прибыли в Крым в этом году, с начала года И, в принципе, эта цифра не больше и не меньше на уровне прошлого года Никаких значимых скачков не видно Не в связи с мостом, не в связи с чем-нибудь другим Потому что, в общем-то, мост не является решением проблемы для туристов, которые хотят ехать в Крым Туристы, которые хотят ехать в Крым, из России и так туда ехали, летели самолетами, а в мирное время ехали поездами Туристы, которые хотят ехать в Крым, таких еще есть много Они находятся недалеко, они находятся на территории Украины Они, к сожалению, себе этого позволить не могут, потому что Крым сегодня для украинцев не является, ну, скажем, безопасной зоной На территории Крыма не действуют никакие законные украинские органы И наступление любого страхового случая или какого-то другого инцидента для украинцев в Крыму это будет большой проблемой Рассчитывать на увеличение турпотока в Крым можно было бы только за счет увеличения иностранного потока Имеется в виду из Европы, Турции, чем мы и занимались И турпотока из Украины К сожалению, в условиях аннексии, оккупации, точнее, ни того, ни другого крымские курорты предложить не могут Волченко эти цифры, я понимаю, откуда это берется Берется это в связи с тем, что кулаком по столу глюкнет то Черняк, то Аксенов Черняк, это глава комиссии по туризму И, в общем, надо нам что-то в Кремль отправлять, какие-то телеграммы А ну давай придумывай Ну, вот и придумываю Хорошо, еще одно заявление на той же пресс-конференции Вадима Волченко В Крыму продолжается подготовка пляжных территорий к курортному сезону Уже проведены обследования мероприятия по обеспечению безопасности более чем на 400 пляжах И окончательная готовность объекта должна быть к 1 июня Физическая готовность будет на 100 А что касается документальной готовности, на сегодня есть сложности только у 10% Вот по вашему опыту до 2014 года, когда можно говорить о том, что крымские пляжи Какому там дню, есть ли такой день, когда там 100% крымских пляжей были бы готовы принимать туристов? Ну, пляжная тема в Крыму всегда была сложной Сложность заключается в том, что Черное море очень активно за зиму приносит на пляжные территории И всякого хлама полно, и то, что нам доставалось от наследия Второй мировой войны И так далее, и металла, куски, и мусор Поэтому пляжи готовят к пляжному сезону Как раз вот в апреле, май, если бывают еще там море волнистое и довольно активное То еще кто-то продолжает выносить В общем-то, в мае этот процесс происходил всегда То, что касается обследования дна пляжей и территории пляжей, чистка их В общем-то, в мае, даже в советские времена, этот процесс еще был всегда не завершен Это, ну, в общем-то, это нормально Больше я вижу проблему в том, что на территории Крыма Скажем так, появляется обратная тенденция То есть, если мы в 2010-2014 годах увеличили количество общественных пляжей Общедоступных пляжей И если там помнят крымчане, как мы ломали заборы Носили там всякие ограждения олигархов И делали пляжи доступными То сейчас эти вот ограждения появляются много где заново И теперь это не просто ограждения, которые легко сломать Там, спилить, как это я ходил с болгаркой А это теперь охраняемые территории Принадлежащие российским путинским друзьям, олигархам И которые теперь недоступны для многих крымчан Это, к сожалению, тенденция И за последние три года неизвестно о восьми таких объектах Которые стали теперь закрытыми Хотя еще в 2014 году, ну, в 2013 году были доступны для крымчан И последний к вам вопрос Опять же, из всей той же пресс-конференции Вадима Волченко Он заявил, что стоимость отдыха в Крыму в летний период снизилась В среднем на 5-7% за счет повышения спроса Цитирую По ряду позиций цены остались на уровне прошлого года По некоторым позициям снизились на 5-7% Но это тоже значимо Мы понимаем, что рост спроса будет диктовать и корректировку цен Чем раньше забронировать отдых Тем больше шансов получить его по более доступной цене Я думаю, что Крым в этом году встретит свой очередной рекордный курортный сезон Сказал министр Вот в связи с этим вопрос Действительно ли можно Вообще, это реально в принципе Чтобы в какой-нибудь год не то, чтобы цены не выросли А даже на 5-7% откатились назад И если да, то когда отдых станет наконец полностью бесплатным? Да, я продолжаю удивляться Как же сложно комментировать эту ахинею Дело в том, что это все очень легко проверяется Есть сайты в интернете всех ведущих санаториев и отелей Крыма Включая там Ялту Инприз И там Мрию, этот комплекс, который построил Сбербанк России И другие комплексы, которые известны и для крымчан, и для украинцев И мы их регулярно мониторим Они показывают свои цены, вешают их на сайте Видимо, они не сильно согласовывают это дело с Волченко И там нет ни речи, малейшей речи даже о том, чтобы остались цены прошлого года Цены выросли Цены выросли на комплексный туристический продукт практически во всех объектах Выросли где-то на 2-3 процента В некоторых объектах это до 10 процентов Например, там на услуги одного из санаториев Я мониторил это сам Видел, что цены увеличились в прошлом году на 7 процентов На комплексный продукт туристический В гостинице Ялта Энтуриз, очень известный объект То цены по сравнению с прошлым годом Если там ничего они с сайтом не накрутали То получается, что они выросли на 12 процентов А это такие показательные объекты Саки, Ялта, это всегда были показательные системные объекты Потому что они работают круглогодично Поэтому я их привожу, например И увеличение там цены, это говорит о многом К сожалению, цена падать на туристический продукт в Крыму не будет Потому что Крым продолжает потреблять продукты питания материковой России Продукты питания на материковой России не отличаются хорошим качеством И отличаются тем, что цены там тоже продолжают расти В связи с тем, что постепенно все падает и падает То, в общем-то, нет никаких ожиданий Что цены на туристический продукт должны будут уменьшаться Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий Напомню нашим слушателям, что с нами был на связи Александр Лив Экс-министр курорта и туризма Крыма А теперь с нами на связи Александр Бурдонов Представитель общественной организации курортной Крымы Создатель сайта курортеxpert.com Александр, здравствуйте Здравствуйте И вот ведомственный начальник, министр курорта и туризма Вадим Волченко Сделал два довольно громких заявления Вчера они были опубликованы И я хотел бы у вас поинтересоваться вашим мнением Во-первых, он заявил, что по состоянию на 22 мая в Крыму отдохнуло более 1 миллиона туристов Что якобы на 20% больше уровня за аналогичный период прошлого года И поскольку я помню, что открытие Керченского моста состоялось только вот в мае С одной стороны, а с другой стороны я специально узнавал Что рост пассажиропотока в Симферопольском аэропорту составил только 4% Вот в моей голове немного не укладывается Откуда же взялись дополнительные 20% прироста И действительно ли там миллион человек с января по май отдохнули Вот вам как кажется? Ну, рост, наверное, есть Но аэропорт даже 4% дал А мост, поскольку был уже год раскручен, мог дать больше, там А если среднее 20, тогда что получается? А мост должен дать 40, что-то Ну, не знаю, это я у вас хотел спросить, сколько ж тогда получается? И мост ведь открыли, ведь, ну, моста ведь открыли к 9 мая, ведь, кажется, мост открыли Керченск Да, это не я говорю про 20%, пожалуйста Да, не вы говорили, но я прошу у вас комментария Ну, смотрите, там, опять же, пассажиропоток 20%, наверное, есть Опять же, как считать Все машины считать Что они с туристами, может, и есть Никто же не считает, сколько пассажиропоток и туристов Не хотят Вот, а так То, судя по объектам, по загрузке Ну, вот Майские прошли Ну, а сейчас тишина Объекты готовятся на июнь Что было же оттач по маю, но я не знаю Я не заметил Хорошо Теперь еще одно заявление Опять же, согласно тому же Вадиму Волченко Стоимость отдыха в Крыму в летний период снизилась в среднем на 5-7% за счет повышения спроса И уже 60% всего Что у нас? Больше 60% всего уже забронировано на курортный сезон Вот по-вашему Вот Александр Лиев, о котором мы говорили первым Высказал крайнее изумление таким вот подсчетом Но Александр Лиев, он находится вне Крыма А вот вы находитесь внутри Крыма Вот вы нам изнутри скажите Действительно ли в сравнении с прошлым годом на 5-7% подешевел отдых в Крыму Может, все-таки стоит, значит, ехать в родные края? Ну, при повышении спроса цены падают вообще-то? Или как? Ну, в экономической теории падают Но я же спрашиваю вас о реальном состоянии дел на полуострове Подождите, подождите При повышении спроса цены растут Если это существенное повышение спроса Соответственно, как вы показывали, что спрос идет И народ начинает повышать цены Зачем? Снижать при повышении спроса При понижении спроса цены снижают для того, чтобы увеличить спрос Я так понимаю Может, я неправильно понимаю? Что касается 60% бронирования То есть, если сравнивать с теми же годами, которые были там в 90-е годы Так, подождите, я вот сейчас вот хотел бы уточнить В прошлом году, в мае, 100% было уже курортного ресурса Или как это правильно, номерного фонда называть 100% А сейчас более 60% То есть, это что, настолько упало бронирование? Или я где-то вот что-то не в те цифры смотрю? Нет, это не в прошлом году было Это было в 90-е, когда реально был Сезон, когда реально было В 90-е там порядка Ведеме было на счете А вот тогда это так и было Тогда А то, что было в прошлом году Ну, это рост бронирования Наверное, да Но, опять же, смотрите Там выборка роста бронирования Она идет не по всем объектам Тем более, не по частному сектору По частному сектору вообще, да Сложно снимать Хотя можно Поэтому, грубо говоря, берем по тем объектам Которые доступны Которые дают статистику Которые отвечают на опросы, например О того же микрофа Вот, но Это может касаться Если брать, да Сегмента 4-5 звезд, да То есть сегмента Раскрученных отелей Там, да Там может быть повышенное бронирование Вот А сегмент, который 3 и ниже По звездам, условно говоря Там, я не думаю, что такое Повышенное бронирование А тем более, сейчас в секторе Хотя уровень раскрученных Крыма как бы стабилизировался Ситуация стабилизировалась Стало понятно Что, чего, как А вот как-то разобрались С платежами из России Там с банковскими картами Как-то разобрались И, ну, как-то более-менее работает А вот Тогда вопросов идет Поэтому рост, наверное, таки, да Есть То, что он такой Ну, это надо Это надо смотреть Исходные Методики И цифры Как все считалось Насколько это ощущается Ну, это вы нам скажите Насколько это ощущается Вы же там В Крыму рядом Со всем этим Ну, да Ну, хорошо Хорошо А вот у меня такой вопрос Опять же Без него Без него тоже никуда Владимир Путин заявил Что железнодорожное сообщение По Керченскому мосту В этом году Будет сдано досрочно Мы помним Что оно было официально заявлено На конец декабря Вот теперь Ну, насколько мы не знаем Но вот говорят, что раньше И То же самое мы слышали Там в прошлом году Относительно автодорожной части Керченского моста Что, вот, дескать Откроют И турист повалит В Крым дополнительно Вот, по вашему мнению Можно ли ожидать того Что с открытием Еще и железнодорожного сообщения Усилится приток туристов в Крым Или это пока тоже Больше из разряда разговоров Ну, по автомобильной ситуации Тут реально усиление Особенно уикенды Потому что это классика Если есть нормальное автомобильное сообщение То на уикенды Я позвоню, там, радиус 70-700 километров То есть, грубо говоря, дневного перехода Значит, поток идет Это было, это есть Это нормально Но когда есть С материком Транспортная Что касается По движению поезда То в этом году Там я, насколько я знаю Отпускают Две пары поездов Пробные Да, они будут Где-то мотаться А вот Потом планируют 17 пар поездов Запустить А вот Но напомню Мост рассчитан Мост рассчитан На 45 пар поездов Насколько я помню Это дело А вот И напомню Что в пик сезона Как-то В пик сезона До До 14-го года Вот Примерное такое количество 45-50 Пар поездов Оно, собственно говоря Сутки и было На период Где-то с конца июля До конца августа В пиковую загрузку Вот Ну и на сброс На выезд Крыма В конце августа Еще добавляли 50 пар поездов Потому что Такой пиковый сброс был Вот То есть В принципе Эту задачу Мост наверное Будет выполнять Тогда Но это точно Метод сезона И даже Наверное Не следующий Хотя Мы в доме Даже устояться Должно Построили Удать Утробовать Стоять твердо Ну что ж Посмотрим Насколько он Утрамбуется Большое вам спасибо За ваши комментарии Напомню нашим слушателям Что с нами на связи Был Александр Бурдонов Представитель общественной Организации Курортный Крым А теперь с нами на связи Сергей Ромашкин Генеральный директор Российской туристической Оператора Дельфин Сергей Здравствуйте Да Добрый вечер Итак Смотрите В прошлом году Мы говорили с вами О ситуации С ростом Популярности Крыма Среди российских туристов Я вот себе позволю Процитировать Вас же Прошлогоднего Мы сейчас традиционно Сравниваем результаты Крыма С результатами Краснодарского края В последнем Туристический поток В этом году Вырос на 10-15 А в Крыму на 20-22 Процента То есть Результаты полуострова Лучше Мы считаем Что на это повлияло Открытие моста Через Керчевский пролив Что облегчило И ускорило дорогу И стало медийным событием Для россиян Вообще В России Преобладание Внутренних поездок Над заграничными Характерно В течение последних 10-15 лет Причем в 2-3 раза И вот теперь Вот теперь В связи с Вот этим Вот прошлогодним Прошлогодним Вашим мнением Я смотрю По статистике Например Вот Симферопольского Аэропорта У нас тут есть Свежая Вот в последний год При Украине 2013 Аэропорт Обслужил всего 1,2 миллиона В 2014 Году 2,8 миллиона В 2015 5 миллиона В 2016 5,2 миллиона А вот в 2017 Году Турпоток Снизился До 5,1 миллиона А в прошлом Году В 2018 Вообще Мизерный был Прирост С 5,129 До 5,146 Миллиона Человек И В нынешнем Году Симферопольский Аэропорт Рассчитывает Примерно Столько же Принять А вот Для сравнения Аэропорт Сочи Прошедший В полную реконструкцию Опять же С 2014 Года За последние Эти 4 года Нарастил Турпоток Более чем В полтора Раза И даже Аэропорт Краснодара С его 4,16 Миллиона Вот дышит Уже Симферополю В затылок Вот теперь После всех Этих цифр Я хочу Вас В этом году Спросить Вот вам Представляется Вот То что Крым Там Вырвался Вперед В прошлом году Это Было такое Вот Исключительное Явление Которое Было Характерно Для прошлого года Или это Закономерность И он будет Расти и дальше А наоборот Вот Сочи С Краснодаром Которое В этом году Показывают С прошлого года Показывают Хороший результат Это Это Исключение А не рост Вот кто будет Краснодар или Крым Крым или Краснодар Знаете Ну если брать Потоки В целом Да Вы говорите О статистике Аэропортов Но И в Крым И в Краснодарский край Туриски попадают Разными путями Да В Крым Они попадают Через Крымский мост Сейчас и через аэропорт А в Краснодарский край Они попадают Как на автомобилях Так и Железнодорожным сообщением Так и Через аэропорт Там Сочи Или Анапы Как хотите Соответственно Если мы говорим О суммарных Подтоках То конечно Краснодарский край Он В два с половиной Три раза Превосходит Объем туристов В Крыму Так было всегда Последние Вот 20-25 лет Ну и так Исторически сложилось Это более Крупный рынок Здесь больше туристов Он ближе К крупным городам Был Все это время И Ну статистика аэропортов Да Это как бы Отдельная какая-то статистика И мы видим Да Что Аэропорт Инферополя В прошлом году Мало прирост Но это объясняется тем Что основной прирост В Крым Вот о котором я говорил Там 20-25 процентов Он прошел Весь прирост Был получен Через Крымский мост Количество автомобилей Которые приехало В Крым Через Крымский мост Оно в разы превысило Крымскую переправу Образца Там 17-го года Конечно Поездка На машине По мосту Она гораздо более комфортная И дешевле Чем Паромная переправа Людей Автомобиля Вот Поэтому В этом году Крым растет И Краснодарский край Растет Ну конечно Краснодарский край В сумме Примет Наверное Около 17-ти миллионов Человек Ну Крым Наверное Там В районе 6-ти с половиной А вот Теперь И такой вопрос На большую перспективу Традиционно Вот там С открытием Автодорожного моста Которое было 15-го мая Прошлого года Через Керченский пролив Связывали Большие надежды И мы видели Что Турпоток Все-таки вырос И разные Эксперты называют Разные цифры Но вырос А вот Теперь Владимир Путин Анонсировал Открытие Железнодорожной части Причем досрочно То есть еще в этом году И вот У меня к вам будет Сдвоенный такой вопрос Если все-таки В этом году Откроют То Ну и даже Пусть в этом Пусть это будет зимой Насколько может Железная дорога Дать вот Прирост Количества Отдыхающих Крыму И насколько Наличие Железной дороги Может повлиять На общую стоимость Вот путешествия В Крым и отдыха В Крыму Снизятся ли Там скажем Билеты Потому что Можно будет Приехать на поезде Снизится ли Общая стоимость Вот путевки Или железная дорога Может дать прирост Но цены останутся На том же уровне Ну по моему мнению В этом году Дорога мало Повлияет на ситуацию Потому что Мы ждем Открытие В конце года А потоки Начиная С октября Октябрь Ноябрь Декабрь Это не массовый Совершенно Отдых в Крыму Это круглогодичный Курорт Но конечно В основном Люди отдыхают Летом Перевозка В ноябре Декабре Не скажется На общих потоках Или там Незначительно Вот Поэтому Основной прирост Придется На 20-й год И вот Господин Бурдонов Сказал Что Как бы непонятно На мой взгляд Смотрите Аэропорт Инферополь Летает Принимает Самолеты Примерно Из 65 городов России Это много Да Но география Поездок По железной дороге Она существенно Больше И понятно Что сейчас Улететь Можно не Из любого города России И машина Есть не у всех Чтобы проехать По мосту Соответственно Железная дорога Дает возможность Туристам Которые Не за рулем Ну не знаю Там бабушка С двумя детьми Да Которая живет Не знаю Там в городе Владимир Откуда не летят самолеты Вот она может Сесть на поезд И спокойно Переехать в Крым В 20-м году Поэтому На мой взгляд Это расширение Географии Туристов И плюс Люди без машины Да Они дадут еще Какой-то прирост В 20-м году За счет Железной дороги Вот Что касается Цен Ну здесь Сложная ситуация Да С одной стороны Дорога Состоит конкуренцию Авиаперевозчикам И они Может быть Немножко снизят цены Поскольку Увидят Что туристы От них уходят Вот С другой стороны В последние годы Мы видим Что по ряду Российских направлений Стоимость Авиаперевозки Она сопоставима Со стоимостью Купейного проезда По железной дороге Поэтому Как оно будет И кроме того Нам сейчас говорят о том Что Подорожает авиабилеты А железная дорога Вроде бы Имеет фиксированный Там Тариф Или прирост Посмотрим На мой взгляд Вот здесь Существенно Все-таки Расширение Географии поездок А не какие-то Колебания Небольшие цены Что ж Огромное вам Спасибо за ваш Комментарий Напомню нашим Слушателям Что это был Сергей Ромашкин Гендиректор Российского Туроператора Дельфин А с нами На связи Максим Сорока Начальник сектора По вопросам Взаимодействия Со СМИ Госпогранслужбы Украины Максим Здравствуйте 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 Вот Российский Министр Курортов И туризма Крыма Вадим Волченко Ничтоже Сумняшися Заявил Что в Крыму До конца Мая Уже Отдохнул Миллион Человек Что якобы На 20% Больше Чем за аналогичный Период Прошлого года И теперь Как человеку Который знает Ситуацию С калькулятором В руках Буквально Я могу вам Поставить Один единственный Но очень важный Вопрос Вот Насколько Изменилось Количество Украинцев С января По май Этого года В сравнении С январем Маем Прошлого года Которые Въезжали И выезжали Из Крыма Есть там Такое значительное Колебание Или это Все таки Какая-то Такая Особая Методика Подсчета Нынче В Крыму Ну Мы уже Не раз Бачили Что Окупанти Какой-то По своему Рахуют Загалом Всех Туристов По-перше Треба Зазначити Что Через Один Межу Перетинають Громадяни Як С Крыму Так И Материка Это Резные Цели Поездок Разом З тем Окупанти Завжди Рахуют Всі Громадян Яки Перетнули Одним Межом В бік Криму Тобто Навіть Ті Яки Повертаються Потім Назад В Крим Вони Рахують Але І тут Числа Йдуть Не на Їх Користь Спочатку 2015 Року Ми постійно Спотерегаємо Зменшення Толікості Громадян Якщо Візуально На кожен День Це Якось Не Дуже Помітно Там Відрізняються Місяці Того року І цього року То Різниця Суттєво є Наприклад В тому році За 4 місяці Приїхало Біля 740 тисяч Чоловік В двох Напрямках Тяжелою Туди І назад І назад І туди Тобто І в цьому році Приїхало Трошки більше 660 тисяч Чоловік За 4 місяці Тобто Різниця 70 тисяч Остіп є Мінуса В цьому році Що ж Отличное Отличное Сравнение Огромное вам Спасибо за то Что вы назвали Эти конкретные цифры Напомню нашим Слушателям Что с нами На связи Был Максим Сорока Начальник сектора По вопросам Взаимодействия Со СМИ Госпогранслужбы Украины И так За 4 місяці Этого года На 70 тисяч Украинцев Проехало Через Садминграницу В Крым Меньше людей Ну В две стороны Значит на 35 тисяч В каждую сторону Ну что ж Не знаю Не знаю Как будут Как там россияне считают Прирост на 20 процентов Будем разбираться Курортная тема Вместе с водой И мусором Является одной из ведущих Так что конечно Обязательно Как только у нас появятся Новые цифры Новые данные Новые заявления Мы к этой теме Обязательно вернемся Ну а пока Ни в коем случае Не переключайтесь Потому что Сергей Громенко Никуда не девается От микрофона И буквально через минуту Самое крымское в мире Радио продолжит свой эфир 21 сентября 2015 года Вы впервые услышали Радио Крым Реалии А мы впервые вышли в эфир Каждый день мы готовим новости Ток-шоу И авторские программы И все потому что Крымчане имеют право знать Крымский вечер С радио Крым Реалии Сергей хочет отдохнуть И пару секунд Поэтому я скажу Что в студию Вернулась В студию радио Крым Реалии Вернулась Елена Римовская И мы с Сергеем Громенко Сейчас расскажем вам Новости завтрашнего дня Да Мы расскажем вам Новости завтрашнего дня Или нет Но это не точно В общем смлушайте Если вы хотите дозвониться К нам в эфир по телефону Из Крыма 8 800 10 06 926 Если из материковой Украины 0 44 490 31 18 Слушайте нас на 105 9 FM Смотрите на Facebook и YouTube страницах Ну и что же у нас Новость номер один на завтра Новость номер один Это опять пробки в Крыму Но на этот раз не только в Симферополе Значит в преддверии огромных пробок В аннексированном Крыму Начинается ремонт дорог В рамках национального проекта Безопасные качественные дороги В Крыму в ближайшее время Приступят к ремонту автомагистралей По четырем направлениям Саки, Орловка, Равнополье, Симферополь, Феодосия, Синекаменко, Лекарственная, Демьяновка и Танковая, Оборонная Об этом в эфире радио Спутник в Крыму Рассказал руководитель предприятия Службы автодорог Крыма Александр Нефедов Полностью завершить работы Планируют до декабря 2019 года Ремонт дорог будут тщательно контролировать Ноу-хау в этом году Чиновник призвал всех крымчан Стать эдаким контролем По словам Нефедова В ближайшее время будут созданы в соцсетях группы В которых устроят обсуждение Обсуждать Обсуждать дураков и дороги Это да Это мне всякого сомнения То, что будет вечно Идем дальше Крым утонул в отходах На объем накопленного мусора На анексированном полуострове Достиг 55 миллионов кубометров Об этом на пресс-конференции В Симферополе заявил российский Министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев По его словам С начала года ликвидировали 186 Несанкционированных свалок С площадью в 42 тысячи Квадратных километров У нас была уже тема Посвященная мусору? У нас эта тема бывает стабильна Раз в две недели, мне кажется И все время мы пытаемся найти вопрос На ответ Вот как быть с мусором И это уже вопрос Из разряда Вот откуда берется пыль И куда деваются деньги Но мы все же не Ну, мы не устанем эту тему обсуждать И интересно Мы всегда призываем наших слушателей Чтобы они не были равнодушны И рассказывали нам истории своих городов А то мы постоянно рассказываем о том Как плохо с мусором в Симферополе А это, ну, по крайней мере Судя по выездным заседаниям Совмин на Крым В разные крымские города Это проблема ведь не только Симферополя Что ж, идем дальше Два года тюрьмы за кражу деревьев Евпаторец получил тюремный срок За кражу ценных деревьев из парков Севастополя 49-летний мужчина с января по апрель 19-го года Выкапывал кипарисы, сакуры, можжевельник И ели в скверах и парках Гагаринского района То есть в Евпатории свои он не выкапывал Он специально в Севастополь поехал Деревья и кустарники он продавал Сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя Двум государственным предприятиям И одному физическому лицу В результате преступлений Причинен ущерб на общую сумму Более 75 тысяч рублей По ходатайству дознавателя, поддержанному прокуратурой Суд заключил злоумышленника под стражу По результатам рассмотрения уголовного дела Мировой судья назначил подсудимому наказание В виде двух лет лишения свободы В исправительной колонии строгого режима Строго За деревьем, за деревьем Тут перескочим, кстати, следующие важные новости В стык с предыдущей Ну вот он выкопал Выкопал несколько кипарисов, сакур, можжевельников и елей А вот взамен на полуострове Высадят аж 222 гектара лесов Сделать это в рамках нацпроекта в сфере экологии То есть можно поблагодарить Евпаторийца 49-летнего? Ну я думаю, что без него все-таки лесов было бы больше Но по крайней мере, несмотря на его старания Все равно 222 гектара леса будет добавлено Об этом говорит российский министр экологии Нараев На этот год предусмотрено 88 миллионов рублей Из которых 82 уже использовано Ну а кроме на оставшуюся сумму закупят технику Ну и прогресс идет в Ялту Я когда прочла этот заголовок Я подумала, что это опять выездное заседание Совмина Крыма Но нет, в городе две улицы оборудуют камерами видеонаблюдения Пионерами станут улицы Московская и Васильева Как сообщил российский глава администрации Ялта Алексей Челпанов Установка камер станет первым этапом реализации федерального пилотного проекта «Умный город» Минстроя соседней России Всего на двух улицах установили около 30 камер После их расположат на набережной Ленина и в Приморском парке Из бюджета уже выделили на эти цели 44 миллиона рублей Информация с камер будет поступать в единую дежурную диспетчерскую службу 112 При необходимости данные будут передаваться в правоохранительные органы для реагирования Интересно, как бы изучали ли опыт Севастополя в плане установки камер видеонаблюдения Севастополь не Крым, как подчеркивают тут крымчане и севастопольцы В России увеличилось количество поддельных документов А все потому, что возросли объемы продаж их в интернете В частности, резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами Об этом сообщает Роскомнадзор Только за первые 4 месяца этого года ведомство заблокировало почти 5000 подобных ресурсов Самые популярные для продажи документы – российский паспорт и водительское удостоверение Количество сайтов, продающих подделки, стремительно растет В 2016 году было заблокировано 2000 таких ресурсов В 2017 году около 5000 сайтов В 2018 году этот показатель вырос до почти 8 В Роскомнадзоре рассказали, как работает схема Внимание, крымчане! Слушайте! Мошенники воруют персональные данные человека А затем создают документы с этой же информацией, но вклеивают туда фото клиента В результате получается удостоверение личности максимально похоже на настоящее Приобретателям липы гарантирует полную анонимность, доставку до удобного места и прочие услуги Стремительное подорожание яхтенной марины в Балаклаве Стоимость проекта Международного центра туризма, включающего строительство яхтенной марины Увеличилась вдвое до 7 миллиардов рублей Это произошло после ценового аудита Подорожание касается части финансирования, которое будет осуществляться по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя Об этом агентству Интерфак сообщил российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников Помимо возросшей бюджетной части финансирования, есть еще внебюджетные инвестиции, их размер 10-15 миллиардов рублей Ну и сам Овсянников проблемы никакой не видит Он поясняет, что это не единичный случай увеличения стоимости объектов, строительство которых предусмотрено ФЦП Ну еще бы На этапе внесения любого объекта, тем более столь крупного, в ФЦП можно ошибиться Подчеркнул российский губернатор Севастополя, поскольку мы не знаем реального состояния того или иного пирса или другого объекта инфраструктуры Я не встречал еще, знаете дорогой радиослушателей, ни одного объекта ФЦП, который бы подешевел в ходе строительства Ну что ж Симферопольские парки без химикатов Управлением парками Симферополя отказалось от химической обработки деревьев от ясеневого пилильщика Сейчас в городе пик нашествия гусениц этого вредителя При этом директор муниципального бюджетного учреждения детский парк, обслуживающий парк и скверы города Антон Якулевич заявил, что никаких химикатов использовать не будут, так как это несет прямую угрозу здоровью человека И подчеркнул, что период нашествия этого вредителя конец апреля и весь май, в общем нужно просто немножко подождать Штрафы за отказ обслуживать инвалидов и пенсионеров В кодексе об админправонарушениях России может появиться дополнение, предусматривающее наказание за отказ в обслуживании людей с инвалидностью и пожилых людей Речь идет о ситуациях, когда потребитель не может получить доступ к товарам или услугам из-за ограничений по здоровью или возрасту Сумма штрафа будет составлять от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц Ну и инициатива представлена в связи с частыми случаями отказа в обслуживании уязвимым категориям граждан в потребительской и транспортных сферах, а также это коснулось сферы туризма Идем дальше Рейтинг самых богатых наследников миллиардеров из России составил журнал Forbes В список вошли дети 20 российских бизнесменов, которые получат от 2 до 22 миллиардов долларов Первое место с 2016 года удерживает единственный сын президента Лукойлова Гита Олег Первого Юсуф Он может унаследовать от отца почти 22 миллиарда долларов На второй строчке двое детей основного владельца компании Новотек и Сибур Леонида Михельсона Каждый из которых получит по 12 миллиардов В третьем в рейтинге стали два сына Я сейчас просто разрыдаюсь, да, два сына и дочь владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Листина Доля каждого из них равна 7,5 миллиардов долларов Замыкает рейтинг сын основного владельца трубной металлургической компании группы Синара Дмитрия Пумпянского Александр Ему могут перейти чуть более 2 миллиардов долларов То есть ты сейчас разрыдаешься, но все равно ты прочитал весь рейтинг Да я просто не мог остановиться Журналисты Форбс с 2016 года составляют рейтинг наследников российских миллиардеров Это вот Лояльные россияне Почти половина опрошенных граждан России 47% считают необходимым предоставление равных прав представителям ЛГБТ-сообщества Это самый высокий показатель за последние 14 лет Говорится в исследовании Левада-центра Против выступает 43% респондентов Около 40% участников опроса заявили, что нейтрально относятся к представителям ЛГБТ 56% респондентов относятся негативно Наибольшую толерантность в этом опросе проявили люди до 25 лет А также жители крупнейших городов и люди с высшим образованием и хорошим достатком Опрос показал, что 23% респондентов не изменили бы отношение к человеку, если бы узнали о его гомосексуальной ориентации А от общения готовы отказаться треть россиян Ну, да Ладно, чтобы не заканчивать на ЛГБТ, закончим железными дорогами Россия разрабатывает новые плацкартные вагоны для российской железной дороги Речь идет о современном концепте Сообщил зам гендиректора по развитию пассажирского транспорта Трансмашхолдинга Александр Лоцманов Основными нововведениями являются перегородки-трансформеры, обновленные зоны для хранения багажа, отдельные места под обувь пассажиров и дополнительные столы В апреле этого года Трансмашхолдинг представил новый вагон-купе, оснащенный душевой кабиной с сейфами, холодильником и микроволновой печью Больше подробностей пока производители не раскрывают, но уверяют, что концепт совершенно новый Планируется, что обновленные поезда будут иметь статус ночных экспрессов У нас есть возможность еще очень интересную новость вам рассказать Вот в Симферополе утром 21 мая, то есть ранее на этой неделе, на фасаде дома номер 11, на улице Александра Невского Где находится мурал с изображением российского президента Владимира Путина Появилось граффити с посланием к ФСБ России Об этом написал телеграм-канал «Суверенный Крым», который взял на себя ответственность за акцию Судя по публикациям, создатели канала, в частности, выступают за суверенитет Крымского полуострова Критикуют действия России, которая, цитирую, использует Крым в качестве военной базы Подвергая крымчан угрозе и санкциям И выступают за гражданские и политические свободы международной связи Крыма с развитыми странами Отмену цензуры А вот крымский активист Леонид Кузьмин предлагает с большой осторожностью относиться к подобным общественным движениям и их акциям Это может быть провокация, сделанная центром Р или СНБ Потому что мы помним, как это делается, тот же самый провокация С разукрасыванием памятника Тараса Георгиевича Шевченко Симферополя и независимости в 16-м году, не ошибаюсь А, которые проходили под видом того, что это делают активисты Так подшучивая на ФСБ или Симферополь из городской администра Пытаясь кого-то поймать на этом Бывший глава служб безопасности Украины Валентин Наливайченко Настаивает на том, что украинские власти должны открыто выступить против суверенного Крыма А российская активистка молодежного правозащитного движения Виктория Громова Допускает, что за крымской акцией действительно могут стоять обычные люди Но в любом случае с нашей безопасной киевской колокольни Мы все-таки рекомендуем крымчанам проявлять особенную осторожность в этом вопросе Потому что российская правоохранительная система работает так, как работает Мало ли, что там оно на самом деле Мы будем следить за развитием этой ситуации Спасибо, что были с нами В студии для вас работала Елена Римовская и Сергей Громенко Ни в коем случае не переключайтесь Скоро услышимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!